Жилец. Рассказ Антона Павловича Чехова. Брыкович, когда-то занимавшийся адвокатурой, а ныне живущий без дела у своей богатой супруги, содержательница меблированных комнат Тунис, человек молодой, но уже плешивый, как-то в полночь выбежал из своей квартиры в коридор и изо всей силы хлопнул дверью. — О, злая, глупая, тупая тварь! — бормотал он, сжимая кулаки. — Связал же меня черт с тобой! Уф! Чтобы перекричать эту ведьму, надо быть пушкой! Брыкович задыхался от негодования и злобы, и если бы теперь на пути, пока он ходил по длинным коридорам Туниса, попалась ему какая-нибудь посудина или сонной коридорной, то он с наслаждением дал бы волю рукам, чтобы хоть на чем-нибудь сорвать свой гнев. Ему хотелось брониться, кричать, топать ногами, и судьба, точно понимая его настроение и желая подслужиться, послала ему навстречу неисправного плательщика, музыканта Халявкина, жильца 31 номера. Халявкин стоял перед своей дверью и, сильно покачиваясь, тыкал ключом в замочную скважину. Он кряхтел, посылал кого-то ко всем чертям, но ключ не слушался и всякий раз попадал не туда, куда нужно. Одной рукой он судорожно тыкал, в другой держал футляр со скрипкой. Брыкович налетел на него, как ястреб, и крикнул сердито. — А-а-а, это вы? Послушайте, милостивый государь, когда же, наконец, вы уплатите за квартиру? Уже две недели, как вы не изволите платить, милостивый государь. Я велю не топить. Я вас выселю, милостивый государь. Черт побери. — Вы мне мешаете, — ответил спокойно музыкант. — А-ре-ре-вор. — Стыдитесь, господин Халявкин, — продолжал Брыкович. — Вы получаете 120 рублей в месяц и могли бы исправно платить. — Это недобросовестно, милостивый государь. Это подло в высшей степени. Ключ, наконец, щелкнул, и дверь отворилась. — Да-с, это нечестно, — продолжал Брыкович, входя за музыкантом в номер. — Предупреждаю вас, что если завтра вы не уплатите, то я завтра же подам мировому. Я вам покажу. Да не извольте бросать зажженные спички на пол, а то вы у меня тут пожару наделаете. Я не потерплю, чтобы у меня в номерах жили люди нетрезвого поведения. — Халявкин поглядел пьяным, веселыми глазами на Брыковича и ухмыльнулся. — Решительно не понимаю, чего вы кипятитесь, — пробормотал он, закуривая папиросу и обжигая себе пальцы. — Не понимаю. — Положим, я не плачу за квартиру. — Да, я не плачу. — Но вы-то тут при чем? — Скажите на милость. — Какое вам дело? — Вы тоже ничего не платите за квартиру, но ведь я же не пристаю к вам. Не платите, ну и бог с вами, не нужно. — То есть, как же это так? — Так. Ха... Хозяин тут не вы, а ваша высокопочтеннейшая супруга. Вы тут... — Вы тут такой же жилет с тромбоном, как и прочие. — Не ваши номера. Стало быть, какая надобность вам беспокоится? — Берите с меня пример. Ведь я не беспокоюсь. — Вы за квартиру ни копейки не платите. И что же? Не платите и не нужно. Я нисколько не беспокоюсь. — Я вас не понимаю, милостивый государь, — пробормотал Брыкович и стал в позу человека оскорбленного, готового каждую минуту вступиться за свою честь. — Впрочем, виноват. Я и забыл, что номера вы взяли в преданное. Виноват. Хотя, впрочем, если взглянуть с нравственной точки, — продолжал Халявкин, покачиваясь, — то вы все-таки не должны кипятиться. — Ведь они достались вам даром за понюшку табаку. — А они, ежели взглянуть широко, — столько же ваши, сколько и мои. — За что вы их присвоили? — За то, что состоите с супругом? — Это важность. — Быть супругом вовсе не трудно. — Батюшка мой, приведите ко мне сюда двенадцать дюжин жен. — Я у всех буду мужем. Бесплатно. Сделайте ваше такое одолжение. Пьяная болтовня музыканта, по-видимому, кольнула Брыковича в самое больное место. Он покраснел и долго не знал, что ответить. Потом подскочил к Халявкину и, со злобой глядя на него, изо всей силы стукнул кулаком по столу. — Как вы смеете мне говорить это? — прошепел он. — Как вы смеете? — Позвольте, — забармотал Халявкин пяти с назад. — Это уж выходит очень сильно. — Не понимаю, чего вы обижаетесь. Я ведь это говорю не в обиду, а в похвалу вам. Попадись мне, дама, с такими номерищами, так я с руками и ногами. Сделайте такое одолжение. — Но как вы смеете меня оскорблять? — крикнул Брыкович и опять стукнул кулаком по столу. — Не понимаю. — пожал плечами Халявкин, уже не улыбаясь. — Впрочем, я пьян. — Может быть, и оскорбил. — В таком случае, простите, динобат. — Мамочка, прости первую скрипку. Я вовсе не хотел обидеть. — Это даже цинизм, — проговорил Брыкович, смягчившись от умильного тона Халявкина. — Есть вещи, о которых не говорят в такой форме. — Ну-ну, не буду, мамаша, не буду. Руку. — Тем более, что я не подавал повода, — продолжал Брыкович обиженным тоном, окончательно смягчившись, но руки не протянул. — Я не сделал вам ничего дурного. — Действительно, не следовало бы поднимать этого щекотливого вопроса. Сболтнул с пьяным и с дуру. — Прости, мамочка, действительно скотина. Сейчас я намочу холодной водой голову и буду тресв. — И без того мерзко, отвратительно живется. А тут вы еще с вашими оскорблениями, — говорил Брыкович, возбужденно шагая по номеру. Никто не видит истины, и всякий думает и болтает, что хочет. — Воображаю, что за глаза говорится тут, в номерах. — Воображаю. — Правда, я не прав, я виноват. Глупо с моей стороны было набрасываться на вас в полночь из-за денег. Виноват, но надо же извинить, войти в положение, а вы бросаете в лицо грязными намеками. — Колубушка, да ведь пьян, каюсь и чувствую. Честное слово, чувствую. Мамочка, и деньги отдам. Как только получу первого числа, так и отдам. Значит, мир и согласие? — Браво! Ах, душа моя, люблю образованных людей. Сам в консерватории не выговоришь. Черт! Учился. Халявкин прослезился, поймал за рука в шагающего Брыковича и поцеловал его в щеку. — Эх, милый друг, пьян я, как курицин сын, а все понимаю. Мамаша, прикажи коридорному подать первой скрипке самовар. У вас тут такой закон, что после одиннадцати часов и по коридору не гуляй, и самовара не проси. А после театра страсть, как чаю, хочется. Брыкович подавил пуговку звонка. — Тимофей, подай господину Халявкину самовар! — сказал он явившемуся коридорному. — Нельзя-с! — пробосил Тимофей. Барыня не велели после одиннадцати часов самовар подавать. — Такой я тебя приказываю! — крикнул Брыкович бледнее. — Шо ж тут приказывать, коли не велено? — проворчал коридорный, выходя из номера. — Не велено? Так и нельзя. Чего тут? Брыкович прикусил губу и отвернулся к окну. — Положение-с! — вздохнул Халявкин. — М-да, нечего сказать. — Ну, до меня конфузиться нечего. Я ведь понимаю. Всю душу насквозь. Знаем мы эту психологию. Что ж, поневоле будешь водку пить, коли чаю не дают. — Выпьешь водочки, а? Халявкин достал с окна водку, колбасу и расположился на диване, чтобы начать пить и закусывать. Брыкович печально глядел на пьянчугу и слушал его нескончаемую болтовню. Быть может, от того, что при виде косматой головы, сороковушки и дешевой колбасы он вспомнил свое недавнее прошлое, когда он был так же беден, но свободен. Его лицо стало еще мрачнее и захотелось выпить. Он подошел к столу, выпил рюмку и крякнул. — Скверно живется, — сказал он и мотнул головой. — Мерзко! Вот вы меня сейчас оскорбили, коридорный оскорбил, и так без конца. А за что? Так, в сущности, ни за что. После третьей Брыкович сел на диван и задумался, подперев руками голову, потом печально вздохнул и сказал. — Ошибся! Ох, как ошибся! Продал я и молодость, и карьеру, и принципи. Вот и мстит теперь жизнь. Отчаянно мстит! От водки и печальных мыслей он стал очень бледен и, казалось, даже похудел. Он несколько раз в отчаянии хватал себя за голову и говорил. — О, что за жизнь! Если бы ты знал! — А признайся, скажи по совести, — спросил он, глядя пристально в лицо Халявкину. — Скажи по совести, как вообще относятся ко мне тут? Что говорят студенты, которые живут в этих номерах? — Небось, слыхал ведь. — Слыхал. — Что же? — Ничего не говорят. А так. — Презирают. Новые приятели больше уже ни о чем не говорили. Они разошлись только на рассвете, когда в коридоре стали топить печи. — А ты ничего, не плати, — бормотал Брыкович, уходя. — Не плати ни копейки. Пусть! Халявкин свалился на диван и, положив голову на футляр со скрипкой, громко захрапел. В следующую полночь они опять сошлись. Брыкович, вкусившись сладость дружеских возлияний, не пропускает уже ни одной ночи и, если не застает Халявкина, то заходит в другой какой-нибудь номер, где жалуется на судьбу и пьет. Пьет и опять жалуется. И так каждую ночь. Спасибо, что дослушали до конца. Если запись вам понравилась, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok